коллеги приветствую вас с вами максима миличук автор проекта риэлтор на миллион предлагаю вам познакомиться с фрагментом вебинара который посвящен презентациям выступлением семинарам дней открытых дверей для при того как привлекать клиентов и продавать квартиры смотрите оставляйте комментарии и не забудьте подписаться на наш видеоканал здесь мы будем выкладывать фрагменты вебинаров и смотрите внедрите какие варианты вот очень интересно это фильтр давайте подумаем вообще а что люди могут сказать представьте себе вы позвали человека на семинар вы пригласили человека на семинар как вы думаете что вам ответит какие-то варианты напишите ваши что вы думаете что вообще человеком ответить но нецензурные варианты можно не писать вот сразу скажу если неприличные какие-то там кого куда-то отправляют напишите пожалуйста вот как вы думаете что могут что могут вам написать люди хорошо занят и интересно нет времени нет времени нет времени никогда отлично по телефону расскажите один приходите сами отлично зачем мне это зачем отлично но это возражение я не говорю о том что это с первого раза получается да возможно это пройдет это это очень хороший фильтр если смотреть если клиентов отфильтровать по этой может сказать нет давайте посмотрим что может быть ну первый вариант это я просил его не говорить но вполне возможно что кого-то пошлют и очень далеко в принципе тоже нормально дальше второй вариант который есть человек говорит да мне это очень интересно но у меня нет времени в принципе это уже хороший вариант человек озвучил ну если вы систематично их проводите но вполне возможно что он придет на следующий семинар вполне возможно что он придет на на какое-то другое мероприятие, вполне возможно, вы ему отправите какие-то вырезки, что-то вы ему сделаете, возможно, он попадет в вашу клиентскую базу, вы ему отправите какие-то слайды, что-то какую-то, и дальше выстроите диалог. Но человек уже сказал, что ему это интересно, это очень важный момент. Дальше, что будет, кто-то, обязательно кто-то будет говорить, знаете, мне некогда ходить на семинары, понимаете, когда идет отстройка, когда вы не продавец, а когда вы эксперт. Человек может по-другому раскрыться, он может рассказать такие вещи, которые продавцу он не скажет. То есть представьте себе, почему я этот пример привожу, это проще понять, особенно на примере врача. То есть если вы специалисту, который вам что-то продает, что-то не расскажете, но вы можете рассказать человеку, которого воспринимаете в качестве эксперта. Я не говорю, что это легко, повышение статуса экспертности, это достаточно сложная, трудоемкая задача, но тем не менее, вы делаете, проводя семинар, вы делаете первый шаг. Мне нужно срочно, вообще очень хороший вариант, когда человек говорит, вы знаете, было несколько вариантов, мне как бы на семинары некогда ходить, я вообще срочно продаю, что я буду ходить. Это повод уже для продажи услуги. Прошу прощения. Следующий вариант, который выяснилось у нас, человек говорит, да, вы знаете, спасибо, я уже нашел покупателя. В принципе, тоже неплохой вариант. Я думаю, что при некоторых схемах нам бы это не рассказали, но когда мы человека не спрашиваем, продал он или не продал, а приглашаем на семинар, некоторые нам люди раскрыли. И оказалось, что риэлторы говорят, слушайте, ну у нас как раз, мы тогда кроспродажа, вы знаете, у нас как раз проходит автобус на тур по новостройкам, приходите, мы вас покатаем по новостройкам, вы что-то у нас выберите, мы вам там есть распродажа квартир, есть бонусы какие-то, пытаемся зацепить на то, чтобы он стал нашим клиентом покупателем. Какая-то часть скажет, интересно, запишите, да, какая-то часть людей скажет, запишите. И теперь сейчас проанализирую. Смотрите, если он пришел, то понятно, плюсы, я думаю, нет смысла рассказывать, да, человек слушает нас целый час, я не знаю другого способа, при котором человек бы нас слушал целый час. И, в общем-то, это ценно, время, вот это ценно, человек инвестировал свое время в установление отношений с нами. Он нас час слушал, это очень важный момент, который, ну, который трудно переоценить. Дальше, человек, ой, сейчас подойдет следующий слайд, да, он получает правильную информацию, потому что люди сейчас стали все очень умные, они в интернете начитались всевозможное огромное количество статей, огромное количество статей, и он думает, что он знает лучше всех, и он самый умный, и вот он, ну, в общем, понимаете, о чем я говорю. Дальше. И человек час, он вовлечен, если правильно построена презентация. В принципе, я сейчас, вот самая простая презентация, чтобы уже не грузить вас структурами и все, самая простая презентация, это просто рассказать по этапам, какую работу выполняет компания для продажи квартиры, да, что нужно сделать для продажи квартиры на примере своей компании. Ну, это если очень-очень-очень-очень-очень коротко, естественно, там это все разбирается. Вот мы делаем, когда я обучал наших сотрудников, вот у нас в каждом из шести офисов сейчас, плюс там руководитель отдела продаж, у нас было 10 человек в компании проходило обучение, и сейчас у нас как раз один из онлайн-тренингов, уже идет второй поток, люди проходят, кто сейчас обучение, вот как пройти весь этот семинар, как его подготовить, как его сделать, там порядка 70 видео, там есть, то есть там есть короткие инструкции, что на каком этапе делать, поэтому это, в принципе, здесь есть пошаговый план, но если сказать коротко, то, в принципе, если вы расскажете о том, что вы делаете, этого вполне достаточно, чтобы человек понял, что он это сам не сделает, да. А если человек не пришел, вот это очень важный момент, он не пришел, да, есть повод позвонить, если он говорит, у меня нет времени, тогда это в чем-то, когда человек говорит, вы знаете, у меня нет времени прийти на семинар, у меня нет времени прийти на семинар в понедельник, у меня нет времени прийти на семинар во вторник, у меня нет времени прийти на семинар в среду, в четверг, в пятницу, в субботу, в воскресенье, утром, вечером, в днем, в обед, у нас с ним возникает вопрос, уважаемый продавец, а скажите, пожалуйста, как вы продаете квартиру, Если у вас нет часа времени для того, чтобы прийти, скорее всего, а как вы показываете квартиру, а как вы рекламируете квартиру, а как вы продвигаете квартиру, а как вы готовите квартиру к продаже, а когда вы устраиваете дни показа квартиры, дни открытых двери, а можно узнать поподробнее, если у вас нет 30 часа времени для того, чтобы прийти в офис, а когда вы находите время, кто этим вообще у вас занимается, может не вы занимаетесь, и человек понимает, что он фактически и продажей не занимался. Поэтому, насколько вообще вы мотивированы к продажам? Это повод выстроить диалог. По большому счету семинары это эффективный поиск, это эффективный способ фильтра, эффективный способ продажи, потому что с каждого семинара обязательно кто-то заключает договора. Обязательно. И причем это очень хорошо заметно, когда один из семинаров я проводил, там сидел клиент, который пришел, он уже был теплый. Он уже договаривался о том, чтобы... В общем, он пришел на встречу и он сказал, что я вообще буду думать. И вот он пришел с книжечкой, с блокнотиком, он там исписал две странички, там за первые, наверное, 20-30 минут. И потом я вижу, что вот прошло 30 минут, он сел и потом закрыл все и отложил. И в принципе он уже встал, вот такое чувство, что он был готов встать и уже идти. И после семинара он сразу подошел и сразу заключил договор непосредственно с риэлтором, который его пригласил. То есть было видно, что человек еще пришел, у него были какие-то сомнения, через 30 минут продажа состоялась и он просто не мог встать и выйти, чтобы заключить договор. Он уже для себя понял, он себе, он для себя, он идею уже продал фактически. Ему надо только было подписать. Это эффективный способ продажи, это эффективный способ поддержания отношений. Вы уходите от продажи в лоб. Сейчас я посмотрю. Я пока перейду к следующему слайду, там есть еще интересная информация о том, как это использовать в определенных моделях агентства недвижимости. Сейчас я посмотрю вопросы, потому что здесь вопросы в другой вкладке, мне нужно перейти в другую вкладку и посмотреть. Я вижу два вопроса. Да, Иван говорит, что он приходит на семинар 7 апреля. Иван, ну если время, если вы торопитесь, то, наверное, уже нет. Если вы приходите, то мы там это разберем все более подробно. С какой периодичностью, я пока отвечу на вопрос, который поступили, с какой периодичностью эффективно устраивать семинары для широкой аудитории клиентов без целевой группы? Вы знаете, все зависит от вашего города, все зависит от вашей компании, все зависит от, что в вашем понятии широкая аудитория. В моем понимании широкая аудитория это как вот решить жилищный вопрос. Мы приглашаем там и продавцов, и покупателей. То есть тогда мы пишем темы, как выгодно продать, как выгодно купить, как сэкономить на обмене. То есть тогда мы подтягиваем всех. Ну это такая огромная-огромная сеть, которая ловит всех заинтересовавшихся. Тогда удобнее делать это в рамках дня открытых дверей. Тогда вы говорите, что приходите в течение дня, у нас будет семинар один такой, один такой, один такой, один такой, но в течение всего дня, если вы хотите индивидуальную консультацию, то вот... Теперь Андрей спрашивает, можно ли поподробнее свести вопрос, как собрать потенциальных клиентов в одном месте. Есть здесь разные варианты. Если мы говорим про частного маклера, про небольшую компанию, то скорее всего такой 50% клиентов соберет это просто грамотно выстроенный и отработанный телемаркетинг. Если мы говорим про риелтора, либо про небольшую компанию. Если мы говорим про агентство недвижимости, которое планирует систематически собирать дни открытых дверей, семинары, то здесь необходима реклама, которая... Ну используется там больше 10 каналов рекламы, там и социальные сети активные мы используем, и таргетированную рекламу, и видеомаркетинг, и сбор клиентской базы, там создаются посадочные страницы. То есть там идет серьезная такая прокачка, то есть это как один из... такая... создается некая воронка продаж, это один из каналов продаж, который привлекает много... Там вопрос уже решается трафика. Опять же, все зависит от вашего города. Если город крупный, то на первое место может выйти маркетинг, да, если город маленький, то, конечно, проще всех обойти, постучать и позвонить, да. Это что касается вопросов, которые есть. Так, что касается, да, что буду должен... Да, вот Ирина спрашивает, что я вам буду должен? Ничего не должны. Что вам с этого? Ну, здесь есть разные варианты, все зависит от чем ваша компания занимается. Самый простой... Видите, немножко я могу представиться... Я могу представиться, что я вообще автор книг «Стрелка с недвижимостью», да, я презентую новую книгу и так далее и тому подобное. Это на самом деле так. Это еще более такая закамуфлированная продажа. Если же говорить про то, что да, мы хотим оживить рынок недвижимости, и наша задача, чтобы вы продали самостоятельно, а купили уже с нашей помощью, да. Тем более, вам за это платить не надо. Мы хотим оживить продажу недвижимости. Третий момент – это если вы делаете это с банком, там вообще все понятно, да. Это совместный проект. То есть здесь зависит от того, это прорабатывается с самого начала. Это одно из возражений, которые клиент задает. Да, там есть их порядка пяти возражений, да, там в чем смысл выделить и заключать договора. Естественно, это все заранее должно быть подготовлено, потому что не хотелось бы, чтобы вас клиент поставил в неловкое положение. Коллеги, вы смотрели фрагмент вебинара, на котором я рассказывал о том, как использовать презентации выступления для привлечения клиентов. Если вы хотите применить эти знания на практике, рекомендую обратить внимание и записаться на один из тренингов. Первый тренинг касается активных выступлений. Как зайти на любое предприятие, как зайти в любую организацию, офис, завод, РОВД, больницу, провести выступление, в результате которого клиенты возьмут ваши визитки, свяжутся с вами и вы продадите квартиры. Подробная информация, занятия разбиты на короткие уроки, есть обратная связь. Подробную информацию об этом тренинге узнайте на странице нашего сайта. Ссылка находится под этим видео. И, наконец, самый эффективный инструмент это продажа во время семинаров. Если в предыдущем тренинге речь шла об активных выступлениях, когда вы выходите практически в незнакомую аудиторию, то здесь результативность, конечно, выше. Вы собираете заинтересованных собственников, которые хотят продать квартиру. Пошаговый план, 12 занятий, есть обратная связь. Как набирать людей, чем привлекать, как монетизировать, что говорить на семинаре. Есть подробнейшая инструкция по слайдам. О каждом слайде, что говорить, в какой части презентации, что делать после семинара. В общем, все подробно от А до Я. Переходите по ссылке, которая указана под этим видео и записывайтесь на участие в тренинге. Напоминаю, что и первый, и второй тренинг это дистанционные тренинги. Вы выполняете задание, отчитываетесь, я проверяю и даю следующее задание. Подключайтесь к нашим тренингам. С вами был Максим Амельничук. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!